Всем привет! Президент России Владимир Путин анонсировал планы по созданию на территории Турции крупнейшего энергетического хаба, который позволит поставлять в страны Европы газ российского происхождения. По словам российского лидера, сейчас европейские компании вынуждены закупать в США дорогой жиженый газ. Власти Германии и Франции уже негативно выразились о подходе американских компаний в формировании цены на газ. Крупнейшие экономики Евросоюза призвали США снизить закупочные цены для европейских энергетических компаний. Однако очевидно, что США на это не пойдут. Не для того американцы в течение долгих лет стремились путем санкций и диверсий вытеснить Россию с европейского газового рынка, чтобы теперь лишить себя сверхприбыли от сбыта газа. По словам Владимира Путина, Россия не покинет европейский энергетический рынок и навяжет конкуренцию американским производителям СПГ за счет создания новой газовой инфраструктуры в Турции. Соответствующие технические возможности для расширения пропускной способности турецкого потока в России имеются. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российским компаниям не потребуется никакая помощь от западных партнеров для строительства новых газовых ниток на дне Черного моря. «Газпром» может проложить еще две газовые нитки, аналогичные тем, которые использовались при строительстве северного потока. Сейчас пропускная способность турецкого потока составляет 32 миллиарда кубометров газа. «Газпром» может увеличить пропускную способность газопровода еще на 55 миллиардов кубов. Сообщается, что турецкие власти с интересом отнеслись к предложению российской стороны. И это понятно, поскольку Турция становится идеальным местом для переноса туда энергоемких производств из Европы. Владимир Путин предложил определять цену на газ для европейских потребителей на газовом хабе в Турции. Вероятно, речь идет о создании в Турции международной газовой биржи, на которой европейские потребители смогут покупать необходимый им объем газа. Российский президент отметил, что Турция оказалась в итоге самым надежным потребителем российского газа и партнером по его транспортировке в другие страны Европы. В этой связи любопытно вспомнить скептические рассуждения ряда российских СМИ о ненужности строительства газопровода в Турции с учетом активно строящегося тогда «Северного потока-2». Время показало, что расчет российского руководства на строительство газопровода в Турцию оказался верен. Создание энергетического хаба в Турции укрепит стратегическое сотрудничество между Россией и Турцией и позволит сделать Черное море внутренним, полностью закрыв его от боевых кораблей НАТО.